Витаю всех летачих, в ТАПе, в Пуснаке, в ЦКанал Сейчас, я Улена Кырок и земной разум на стриме Стархи Жирнов, специалист из международных видностей, санта-спорт-служб, колышний, старший официал службы за внешнюю розоветку КДБ СРСР, Тарусия. Сергей, приветствую вас, рада видеть. Здравствуйте, Алена, тоже очень рад, и привет всем нашим зрителям. Слушайте, ну, тема с двойниками Путина, с тем, где находится оригинал, да, в какой морозильной камере. Кстати, профессор Соловей, он вот в свежем интервью на нашем Ютуб-канале опять об этом рассказывал, то есть от своей версии он не отказывается. Но тем не менее, вот российские власти, да, они косвенно все-таки как-то своими действиями, они подпитывают вот эти все версии. В частности, вот Песков, который делает заявление о том, что следующий президент России должен быть таким же, как Путин. Да, Путин, к слову, еще не заявил, там, двойник, не двойник, а в движении своих на следующие президентские выборы. Далее Патрушев, который обеспокоен, значит, безопасностью регионов, он уже встречается с губернаторами, поручает им готовиться к мобилизационной экономике, к защите, собственно, энергообъектов, энергоструктуры и так далее. Что, ну, вообще, по логике вещей, наверное, должен был бы делать Путин. А Путин говорит о культурных ценностях, о БЛГБТ и так далее. Что происходит? У вас какая картина с этого всего вот складывается? Ну, кроме анекдотичной, да, вы смеетесь? Да, ну, анекдотичная она есть и всегда будет. И в этом смысле я должен вам сказать, что Валерий Дмитриевич Соловей и мой партнер-генерал СВР очень хитрые люди и очень профессиональные люди. Я вам напомню, что Валерий Дмитриевич все-таки был завкафедрой рекламы и пиара в МГИМО, и поэтому он знает, чем он занимается профессионально. Вот, и делает это... Кого он сейчас пиарит своими заявлениями? Он пиарит самого себя, естественно, это первое. А второе, он раскрутил такую версию, которая заставила Кремль постоянно оправдываться, и эта версия настолько хорошо построена, что Кремль постоянно ее подпитывает сам. Даже тогда, когда он пытается ей противодействовать, то есть вот Песков, допустим, выходит, начинает три раза говорить нет-нет-нет, нет у Путина никаких двойников, и Путин, так сказать, один-единственный, чем, наоборот, он только укрепляет всех в убеждении, что Путина нету и что на самом деле двойник, а Путин лежит в холодильнике. Потом Патрушев его хоронит, значит, надгробной речью 4 ноября. Патрушев действительно не сходит со всех каналов, и Валерий Дмитриевич Соловей и генерал СВР сразу это берут на вооружение и говорят, вот видите, мы же вам говорим, Патрушев всем крутит и рулит, а Путина по-настоящему никакого нет, извините. Вот, и все это дело, и дальше Песков, который опять говорит, что Патрушев это голос Кремля, и, значит, начинает еще дальше оправдываться, и чем больше они оправдываются, тем больше они льют воду на мельницу генерала СВР и Валерий Дмитриевич Соловьев. И в этом смысле это гениальная абсолютно была задумка. Увы, ее не все поняли, в том числе в оппозиции российской за рубежом, потому что слишком серьезные люди слишком серьезно подошли к этой версии. Я всегда говорил, что это троллинг такой политический, и нужно его рассматривать как троллинг. И в этом смысле это абсолютно была удачная версия, потому что действительно они навязали эту повестку из Соловей и генерала СВР к Кремлю. А плюс все, что делают кремлевцы, ну, они вообще глупые всегда были, а в последнее время, ну, Путин просто выживает из ума, и же с ними, то есть чего от них ждать-то, в общем. Потому что когда уничтожается конкуренция в какой-то политической системе, то профессионалы из этой системы уходят. А если не остаются профессионалов, то все, кто они остаются, это люди, которые преданы лично Путину, да, то есть они его, так сказать, всегда боготворят и всегда говорят, что у него там все хорошо. Но профессионалами они не являются, и поэтому все, что они делают, это либо глупо, либо идиотично. Ну, слушайте, вы вот говорите о том, что абсолютно правильная, да, такая вот схема была выбрана Соловьем и генералом СВР, но какова конечная цель этой технологии? Ну, вот сейчас Кремль оправдывается, да, он там сейчас в недоумении. По 10 раз говорят о том, что Путин жив, это Путина демонстрируют в Роспропаганде. Конечная цель очень прозрачна и очень понятна. Конечная цель – это делегитимизация Путина, окончательная делегитимизация Путина как президента Российской Федерации. Ну, хорошо, смотрите, Сергей, я прошу прощения, что перебиваю. Во что это, знаете, вот конкретно, да, вот какие конкретные очертания это все обретет? Ведь Песков уже сказал результат, с которым Путин победит на выборах. Нет, Песков сказал не результат, с которым Путин победит на выборах, а его желание. Это совсем не результат, потому что, во-первых, выборы еще не назначены. А это не назначенная современная Россия? В выборах еще не назначены, да, это раз. Их еще нужно, чтобы они состоялись. Мы еще не знаем, кто на них пойдет. Путин еще не объявил о том, что он идет на эти выборы. Да, то есть на самом деле все подвешено, и вот этот разговор о мертвом Путине, о Путине в холодильнике, он занимает пространство. И вы знаете, это ведь старая история, она такая даже почти символическая и почти такая мистическая. Если вы долго-долго будете говорить, что Путин мертв в публичном пространстве, то Путин реально будет умирать в публичном пространстве. Кстати, вот поэтому Путин, например, вы, если обратили внимание, а вы наверняка обратили внимание, но это для наших зрителей, я говорю, вы обратили внимание, что Путин, например, никогда не называет по имени своих врагов. То есть он никогда не называет Навального. Он практически никогда не называл больше Пригожина с того момента, как Пригожин сделал свой мятеж. Потому что Путин верит в мистику, потому что Путин верит, что если по имени называть своего врага, то враг становится сильнее, то враг раскручивается, то у врага появляется какая-то сила публичная. И Валерий Дмитриевич Соловей, который знает, как Путин боится мистики, как Путин помешан на мистике, как он вместе с Шойгу едет к шаманам, достаточно вот эту историю запустить, и Путин начинает сомневаться в том, а сам ли он жив, а жив ли он сам, а не лежит ли он в холодильнике. Вы знаете, вот это до такой степени сомнительность Путина, его маниакальные всякие черты характера могут его самого довести. То есть он может просто помешаться. И это очень хорошо этим манипулирует Валерий Дмитриевич Соловей и генерал СВР. И цель на самом деле еще другая. Путин политически мертв уже давным-давно. Путин не является уже дееспособным президентом Российской Федерации, и этому есть очень много доказательств, хотя бы то, что он не посадил Пригожина, а убил его. Потому что если бы он был действующим президентом, он бы его, во-первых, отдернул в течение 10 месяцев эффективно. То есть тогда, когда первый раз Пригожин открыл свой грязный рот и проматерил министра обороны и начальника генштаба, Путин его должен был отдернуть. Он должен был его снять, он должен был его посадить. Путин этого не сделал. То есть Путин не является президентом. У него явно совершенно не было достаточно силы и влияния, несмотря на его формальную должность, чтобы отдернуть Пригожина в течение 10 месяцев. Точно так же, как Путин сейчас абсолютно бессилен в отношении Кадырова. Вы посмотрите, какой бардак происходит с сыновьями Кадырова, и Путин ничего с ним сделать не может. И это доказательство того, что на самом деле Кадыров доказывает, показывает так, как Пригожин показывал, доказывал, точно так же, как Гиркин до этого показывал, доказывал, что Путина нет в пространстве. А теперь этим занялся и сам Кремль. То есть сам Патрушев, когда Патрушев выступает с программной речью, когда Патрушев выступает каждый день. Ведь Патрушев всего лишь исполнительный секретарь Совета Безопасности. То есть, грубо говоря, никто. Чиновник. Потому что председателем Совета Безопасности является Путин, заместителем является Медведев. Если надо произнести какую-то эпохальную речь по типу той, которую произнес Патрушев 4 ноября, то ее должен был произносить либо Путин, либо Медведев, но не Патрушев. А ее произнес Патрушев. Это означает, что у Патрушева ключи от путинского кабинета и от медведевского кабинета. И что он не дает им выходить на публику, а сам выходит на публику. И таким образом, та версия, которая была запущена Валерия Дмитриевичем Соловьевым и генералом СВР, как бы фантастически она не выглядела, на самом деле реальность доказывает, что она верна. Потому что Путин, даже если реально он не в холодильнике, он реально уже не президент. Президентом уже является Патрушев. Вот или клан Патрушева, или люди вокруг Путина, вокруг Патрушева, которые обеспечивают ему эту позицию. Вот в этом заключается и, грубо говоря, конечной целью, естественно, является отстранение от власти Путина, смена власти, транзит власти и замена его. А в чем принципиальная разница Путин и клан Патрушева, если эта замена произойдет? Принципиальная разница, прежде всего, в том, что это разные люди. Это физически разные люди. То есть Путин – это один человек, Патрушев – это другой человек. Это понятно. В дальнейших действиях я это имею в виду. А вот это большой вопрос. Потому что, судя по тому, что сейчас, говорит Патрушев, он еще хуже, чем Путин, на самом деле. И все боятся, что как раз он, если возьмет браздные правления, то он объявит всеобщую мобилизацию, и что он начнет эту войну вести так, как от него требуют, кстати, многие в лагере патриотов, так называемых, зет-патриотов и, так сказать, русских неонацистов и националистов. И, конечно, от этого зависит от того, персонально. Путин ведь выстроил персональный режим. И в зависимости от того, кто стоит во главе этого персонального режима, меняется сам режим. И если убрать Путина, то вот Песков говорит, следующий человек должен быть такой же, как Путин. И, значит, это может быть Патрушев, который с Путиным идет, кстати, в связке уже больше 20 лет. 24 года, по крайней мере, если не больше. Но все равно, вот вспомните даже советское время. Сталин умер. Да, Хрущев был обойми Сталина. Но политику, которую проводил Хрущев, она отличалась от сталинской политики. Брежнев был в обойме и Сталина, и Хрущева потом. Но политику, которую проводил Брежнев, отличалась от политики Хрущева. И в этом смысле у каждого есть свое отличие, потому что персональный фактор довольно значим. Вернемся к теме Пригожина. И, наверное, не столько к теме, сколько к тени Пригожина. В наших с вами беседах вы говорили о том, что на этой избирательной кампании вот тень Пригожина, она будет преследовать Путина. Вот она материализовалась. Есть такая человека, как Паладин, и вот ее главарь Закревский, он, если... Пригожин, кстати, тоже никогда лично угрозу Путину не адресовал. Он его там дедушкой называл безумным и так далее, но он не употреблял фамилию Путина. А Закревский уже, собственно говоря, лично диктатору угрожает новым мятежом. Лично Путину предъявляют претензии за развал армии российской, за развал экономики и так далее. Следующий мятежник? Не только новой Пригожина, а дело Гиркина, потому что Гиркин тоже прямо критиковал Путина и примерно с тех же самых позиций. И на самом деле вот эта критика правая, националистическая и неонацистская, потому что здесь мы можем прямо говорить о неонацистской критике, потому что если Пригожин создал, ну даже он не создал Вагнер, Вагнер создал Уткин, да, и Уткин был неонацистом и оставался неонацистом. Пригожин был только топ-менеджером этой компании. То вот эта самая ЧВК «Паладин» тут просто неонацизмом за 10 километров пахнет, потому что Вагнер это просто был композитор, которого любил Гитлер. А «Паладин» это еще была неонацистская группировка, которую в 70-м году создал некто Отто Скорцени, да, то есть здесь вот если вы загуглите название «Паладин», то вам этот ЧВК, кстати, вылетит там 25-м ответом, а первым ответом вам вылетит Отто Скорцени. Вот, и в этом смысле, конечно, здесь мы понимаем, из какого лагеря критика идет. Вот, и из этого лагеря, кстати, критика будет продолжаться. Путин очень, кстати, ее боялся, поэтому, кстати, так долго, и заняло, так, два месяца заняла операция по ликвидации Пригожина, потому что Путину сначала нужно было разоружить Вагнер, раскурочить его, разогнать по домам, сделать этот Вагнер не военизированной частью или воинской частью, а сбором, сбродом, который разошелся по социальным сетям и так далее. И, кстати, эта история продолжается, потому что вся история с Вагнером, она ретранслируется в телеграм-каналах, там есть какие-то почитатели, какие-то бывшие вагнеровцы и так далее, и в этом смысле они могут объединиться всегда и с Гиркиным, и с Паладином этим и так далее. То есть, на самом деле, Пригожин тем и страшен для Путина, и поэтому правильно вы напомнили мою версию о том, что тень отца Гамлета, тень Пригожина будет за Путиным ходить до конца его, до окончания его режима, потому что Пригожин показал, что Путина никто не вышел защищать, и что Путин не является реальным президентом Российской Федерации, а только номинальным. И возникновение таких людей, которые просто открыто начинают его обвинять, Путина, я имею в виду, и третировать его в качестве плохого президента, негодного президента, с негодной политикой и так далее, это симптоматично. Относительно все-таки Патрушева и относительно все-таки угрозы, которую он может представлять как уже преемник Путина, вот на него праву кто-то может найти и кто? Да, естественно, на него право может найти любая другая башня Кремля, потому что Патрушев это только одна из башен Кремля, и если вы заметили, Соловей явно принадлежит не к этой башне, потому что он критикует Патрушева, то есть он подставляет постоянно Патрушев, он говорит, что вот Патрушев сейчас, так сказать, захватил власть, совершил государственный переворот, и таким образом он в некотором смысле поджуживает другие башни Кремля, а их несколько, там есть и Росгвардия, там есть и другие, и есть Министерство внутренних дел, есть Министерство обороны, и есть какие-то политические организации, есть, наконец, администрация президента, потому что администрация президента – это самостоятельный игрок политический в Кремле. И, кстати, в этой администрации, кстати, не все однозначно, там не так, что она выступает единым инструментом, в ней есть разные управления, управление внешней политики, управление внутренней политики, управление, я не знаю, политических партий и так далее, и каждая из них играет в свою игру, и здесь на Патрушева всегда можно найти, так сказать, узду, и вот то, что та информация, которая прошла вот на этих днях, то, что на последнем заседании Совета безопасности Патрушев якобы отсутствовал в связи с тем, что у него там что-то со здоровьем, ну вот это может быть даже и ответка какая-то от других башен Кремля, который пытается теперь его нейтрализовать. Ну, то есть, судя по развитию событий, места в холодильнике, будут еще какое-то готовить, да, профессор Соловей в своих предсказаниях? Вы знаете, путинский режим в любом случае умер уже, с моей точки зрения, политически в 2012 году, он гнил таким образом, это просто было гниение. Путинский режим, это вы имеете в виду все башни Кремля? Да, это все башни, это путинская вертикаль власти, то, что отстроил Путин, вот это я имел в виду, да, всю систему, когда нет, например, никаких конститутов государственных, когда все государственные институты присутствуют формально, но не выполняют свои функции настоящие, когда конституция не исполняется, когда конституция не исполняется не только федеральной властью, но, например, в Чечне она просто не исполняется и просто на нее плюет кадыров, вот, когда судебная власть подыгрывает исполнительной, вот, и не является ее противовесом, то есть вот эта вся система построена так, что когда она идет в разнос, а она пошла в разнос давным-давно уже, то остановить это невозможно, и даже то, что Патрушев придет к власти, совсем не обеспечивает ему какую-то долгую жизнь, так сказать, политическую. У нас в истории, кстати, такое уже бывало, да, потому что я вам напомню, что в 1953 году, когда умер Сталин, на его место пришел Берия, и он просидел ровно в два месяца, его уже в конце мая, начале июня арестовали, а в декабре уже расстреляли, вот, и, так сказать, а он думал, и все тогда говорили, что это абсолютно всесильный человек при Сталине был и после Сталина маршал Берия, бывший начальник НКВД, и который стал заместителем председателя Совнаркома, и занял первые места после смерти Сталина, и он не протянул и двух месяцев, и, кстати, он не протянул, потому что начал либерализовывать страну после Сталина, он, кстати, закрыл дело врачей, и он открыл, значит, ГУЛАГ и выпустил из него заключенных, вот, и его очень-очень быстро задвинули, и дальше, когда пришел Хрущев, Хрущеву дали только 11 лет поправить, да, через 11 лет, и в 58-м году уже, то есть через 5 лет после смерти Сталина против Хрущева был первый, первая попытка переворота, которая не удалась, а потом, в 64-м году, вторая попытка была удачная, его отставили от власти, и те, кто сменили его в результате госпереворота, тогда поставили, они, кстати, были очень сильными людьми, там, Шелепин, Подгорный, Косыгин, Микоян и другие всякие люди, вот, они поставили самого слабого, и самого, так сказать, никчемного человека среди них, а именно Брежнева, и Брежнев, наоборот, 18 лет правил, и всех их закопал, так что в этом смысле транзит в таких структурах, он никогда никому ничего гарантирует, и никогда нельзя заранее сказать, будет ли эта структура долгожителем, или, наоборот, она очень быстро, как карточный домик, развалится. Ну, вы вот обратились к истории 1953 года, вот этот период, да, между 1953 и 1956, когда, собственно говоря, было развенчание культа личности Сталина, замечательное. Если это перенести все в плоскость сегодняшних процессов, которые происходят в России, тоже ожидать череды смертей странных в результате выяснения отношений друг с другом, в результате вот этой вот, ну, это сейчас называют подковерная борьба, да, между башнями, но она ведь уже будет выходить как-то наружу. То есть, что в ближайший год, вот как это все будет выглядеть в России? Вот это она уже началась, да, потому что есть, по крайней мере, 40 странных смертей с прошлого года, за последние два года, когда какие-то топ-менеджеры... Топ-менеджеры, да, нефтегазового сектора в основном. Нефтегазового сектора, банковского сектора, генералы какие-то умирают. Вот на днях еще один генерал, значит, странной смертью умер вместе с своей женой. Вот, так что в этом смысле все уже началось, уже идет какой-то передел власти. Все же понимают, что война – это еще и способ усранить каких-то своих конкурентов, заработать бабло, переспределить на себя потоки. И в этом смысле там гонка крокодилов, значит, в этом вольере уже давным-давно началась. Вот, а дальше она будет только продолжаться, и никто не знает, сколько это времени займет, сколько крокодилов, какие крокодилы друг друга съедят, кто из них сначала придет к власти, кто потом, и как это все будет развиваться. На самом деле это предсказать очень сложно. Другое, то, что можно предсказать, это то, что при таком устройстве государственной власти Российской Федерации она начнет распадаться довольно быстро, и у нее нет будущего довольно быстро. То есть либо ей придется самой себя перестраивать, а для этого надо будет проводить очистку. И в этом смысле самый простой способ, кстати, и самый правильный способ для всех тех, кто сейчас стоит вокруг Путина, это все повесить на Путина, сделать из него исчадие ада, и желательно не убивать его, вот если он еще здоровый, живой и здоровый, а арестовать и выдать в Гаагу. И вот это было бы вообще идеально для них, идеальный вариант. Я не знаю, насколько они рациональные люди, потому что если бы они были рациональными людьми, они давно бы это сделали. Вопрос, кто это может сделать? Да кто угодно. Да кто угодно. Ну, например. Путин всего лишь маленькая хозяйка. Патрушев это сделает, вот кто? Они же все в одной связке, все одинаковые военные преступники. Они не в одной связке. Они все в одной банке пауков, гадюк, жаб и скорпионов. И все они друг друга ненавидят. Они все в одной банке, вот они в одном Кремле, да, но мы же говорим о башнях Кремля. Мы говорим о том, что они между собой постоянно собачатся. Потому что они собачатся за бабло, они собачатся за власть, за должности, за квартиры, за особняки, за машины, за привилегии и так далее. И в этом смысле их много. И они на самом деле не являются такой сплоченной группой. Путину удавалось делать из них сплоченную группу, потому что он их построил по типу мафии, когда он является крестным отцом, и все они между собой собачатся, а он разруливает конфликты между башенами Кремля. Но вот если убрать этого крестного отца, то не факт, что все остальные признают кого-то из них, пересмотрите фильм «Американский крестный отец». То есть вот умирает Дон Корлеоне, и его сыну не так-то просто сесть в кресло отца. И, конечно, там будет очень много смертей, там будет много, значит, сведения счетов. И это может быть довольно быстро, кстати, развиваться, и в итоге они могут сами себя друг в дружку похоронить, потому что есть в геополитике Россия очень слабое государство, и внутри Российской Федерации очень слабое государство, которое держится, еле-еле удерживает своих членов, и мы знаем, что Чечня, например, является уже просто, так сказать, вещью в себе, совершенно не встроенной в Российскую Федерацию, она просто получает деньги от Российской Федерации, но живет отдельным совершенно государством и по отдельным законам, нарушая все законы и Конституцию Российской Федерации. Так что, как это дело будет развиваться, это очень трудно предвосхитить. Именно этого, кстати, боятся американцы и Запад, и поэтому они, кстати, не подталкивают Путина, чтобы его сковырнуть. Еще одна тема, у нас так быстро бежит время, на самом деле, но еще одна тема важная, которую я хочу обсудить, знаете, в разрезе, вот помню, где-то приблизительно год назад мы делали такое развернутое интервью о том, как в России спецслужбы стучат друг на друга, продают данные, чтобы как-то выжить, и, собственно говоря, западным разведкам практически нечего делать. Свежее заявление сделал господин Кислица, вот, значит, о чем говорит представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Он говорит о том, что вся российская миссия в ООН это разведчики, шпионы, которые следят друг за другом, ну и, соответственно, стучат друг на друга. Вот, насколько за год эти процессы усугубились, насколько за год стали больше зарабатывать за свое стукачество разведчики-шпионы российские. Ну, во-первых, они не зарабатывают на этом деньги, они просто держатся за свои кресла и должности в этой миссии. И, конечно, эта миссия вообще, вот он сказал, что это только российская миссия, все шпионы, штаб-квартира ООН в Нью-Йорке это огромное и самое большое шпионское гнездо в мире. Нигде больше нету концентрации шпионов в одном конкретном месте на таком маленьком клочке земли или в таком сравнительно небольшом здании. Потому что практически все представительства постоянные государств, но особенно тех, у которых есть деньги и власть, все держат шпионов под крышей ООН. Российская Федерация унаследовала это от Советского Союза, уже при Советском Союзе все было так, там была резидентура ГРУ, резидентура КГБ и сейчас точно так же остается и конечно половина этих людей работает напрямую, является кадровыми сотрудниками разведки и контрразведки, а вторая половина является агентурой этих разведчиков и контрразведчиков. И естественно это не разведка за собой следит, а это контрразведка, которая смотрит за разведкой. Чтобы эта разведка не предала что-нибудь и не убежала никуда. Как это кстати не раз бывало, потому что мы помним Шевченко например занимал должность заместителя генерального секретаря ООН и при Советском Союзе сбежал, несмотря на всю охранную деятельность КГБ и слежку КГБ за советской колонией внутри Организации Объединенных Наций. Это старая история. И вообще это огромный скандал дипломатический мировой, потому что в нарушении конвенции Венской конвенции 1963 года дипломатических представительств все страны, большинство стран используют дипломатические представительства для незаконной шпионской деятельности на территории иностранных государств. И тем не менее все на это закрывают глаза. Это всеобщее двурушничество и двойные стандарты. И пока они существуют, пока просто кто-то не поднимет знамя того, чтобы очистить дипломатию от всех шпионов, от этого не избавиться. Ну и естественно в Российской Федерации это одно из самых активных государств. Но я вам должен сказать, что и американская миссия шпионская такая же, и китайская миссия такая же, и французская и английская и немецкая и израильская и какая угодно просто здесь упирается в деньги. Шпионаж это дорогое мероприятие и только те страны, у которых по-настоящему есть деньги имеют настоящие шпионские службы. А таких не очень много. Их максимум 20 в мире всего. Ну а собственно говоря профессионализм если по профессиональным качествам оценивать. профессионализм спецслужб это очень условная вещь, это огромный миф. Достаточно вам напомнить самый последний пример, а именно Хамас, израильские спецслужбы проспали теракт и огромную агрессию Хамаса против Израиля, а тем не менее был миф о всесильности Масада, о всесильности Шинбета, Службы Безопасности и Военной Разведки Израильской. Тем не менее они все проспали. Точно так же как КГБ в свое время проспал крушение Советского Союза, самоуничтожение и уничтожение Коммунистической Партии Советского Союза в 91 году. На самом деле все специальные службы мира, которые занимаются просто геополитикой и политикой, они давно изжили себя, они давно ничего не решают, они давно не дают никакой информации и если для чего-то спецслужбы еще и нужны, то они нужны либо на поле боя, вот так как сейчас идет война в Украине против Российской Федерации и там нужна армейская разведка, которая просто дает информацию о том, что происходит на фронте по одну и по другую линию фронта, а также в стране вообще. И еще нужны службы безопасности, которые обеспечивают безопасность внутри страны, но опять же тоже. Мы знаем, что довольно все практически службы безопасности так или иначе просыпали какие-то вещи. ФБР проспала 11 сентября, ФБР проспала какие-то другие теракты, французская контрразведка проспала Шарли Эбдо и Батаклан в 2015 году. Так что у всех есть огромные провалы и в этом смысле они все изжили себя, потому что настоящими спецслужбами уже давным-давно более на порядок, на два порядка выше и сильнее их стали транснациональные компании, такие как Google, Microsoft и так далее, то есть которые владеют всей компьютерной сетью, социальными сетями, куда люди сами приносят сдавать свои секреты. Спецслужбы это в общем в основном уже остаток это такие синекуры, где просто некоторые люди получают деньги ни за что и надувают щеки и делают вид, что они решают какие-то сугубо секретные и очень важные задачи международа. На самом деле это все липа. Под конец еще один припосла вам вопрос. Мы немножечко отошли от этой темы. Вы уже начали в начале нашей беседы упомянули мнительность Путина, его вот зависимость от всяких магов, колдунов. Тут российская Вуздума вышла с инициативой законопроекта о запрете деятельности колдунов, ведьм и прочих шарлатанов. Чтобы Путин не боялся? Вот видите, смотрите, когда Валерий Мичитоловей сказал, что Путин умер, на него довольно много экспертов набросили, что он несерьезный человек, не дорожит своей репутацией. Государственная Дума принимает закон о запрете деятельности колдунов на полном серьезе? Вот на полном серьезе? Да? И после этого кто-то еще критикует Соловья? Слушайте, вы помните эти кадры 2017-й год, если я не ошибаюсь? Они попали, кстати, в мировые СМИ, в обряд, который там ведьмы проводили в центре Москвы, благословляли и поддерживали Путина, чтобы он победил на выборах. Видите, архивная ситуация? Российская Федерация давно является больным абсолютно обществом. Это началось еще в советское время, когда там Кашпировского начали показывать по телевидению, по центральному, и вы помните, ну, я не знаю, вы еще молодая девушка, и, может быть, это не смотрели. Человек из телевизора заряжал воду, которая у вас стоит дома, и на полном серьезе, то есть он говорит, что я вот, значит, посылаю, значит, пассы, и вот те три литра, которые вы в банку налили у себя дома, вот она теперь, эта вода заряженная, и теперь она, значит, так сказать, может делать какие-то чудеса. То есть, понимаете, да, что в любом случае, вы знаете, на самом деле, общество, которое углубляется в какую-то мистику, и это, как правило, больное общество на стыке огромных катастроф. Это происходило накануне Первой мировой войны, это происходило между Первой и Второй мировыми войнами, и это происходит сейчас, и вот то, что это происходит в России, это показатель того, что эта страна умирает, и это общество абсолютно больно. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Сергей, благодарю вас, как всегда, за интересную беседу, за то, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам. До скорых встреч. Спасибо. Сергей Жирнов был разом с нами у Типури, рады идти на наших глядачев. Заплакаю, залишайте свои питания, комментарии под этим відео. Если вы имеете какие-то вопросы от Сергея Жирнова, так же можете их озвучивать, будем разглядывать предметно это в нашей наступной беседе. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал сейчас, потому что для нас важливый зворотник связок с каждым из вас. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин